Сарга 76. Об утолении голода грешниками. Васиштха сказал. После этого иголка суччи снова стала демоншей каркати, и с крошечной превратившись в огромную, как небольшое облако, вырастает в грозовую тучу. Зная свою природу, она пребывала в блаженстве. Благодаря постижению своей сути, она оставила прежнюю демоническую сущность, как змея, что сбрасывает старую кожу. Она оставалась там же, в глубоком созерцании, в позе лотоса, пребывая в чистом сознании, недвижная, как горная вершина. Через шесть месяцев она пробудилась из своего глубокого созерцания, как павлин ободряется от грома, что исходит из огромных облаков в сезон дождей. Вернувшись к внешним ощущениям, она почувствовала голод. Пока есть тело, невозможно отречься от его потребностей. Она задумалась. Что же мне теперь есть? Я не должна насыщаться другими существами, нарушая закон. Я думаю, что смерть этого тела лучше, чем поедание того, что не одобряют мудрые и что не обретается законно. Если я расстанусь с телом, отказавшись от неправедной пищи, то в этом нет ничего плохого. Такая еда – яд. Что хорошее может быть достигнуто в мире такой пищи? К тому же у меня нет причины ни для жизни, ни для смерти. Я есть лишь чистая сознательность, а тело и все остальное – красивая иллюзия, которая пропадает, когда пробуждаешься к истине о себе. И не существует тогда разницы, есть тело или нет. Васиштха сказал. Пока она так размышляла в безмолвии, с неба раздался голос. Ветер, удовлетворенный тем, что она рассталась со своей демонической природой, произнес «О, Каркати, иди и наполняй знанием глупых и заблуждающихся. Природа мудрых проявляется в спасении невежественных. Кто, несмотря на объяснение, не пробудется, тот рожден только на свою погибель и будет твоей законной пищей». Услышав это, Каркати ответила благодарностью за совет, стала и медленно спустилась с вершины горы. Пройдя леса на склонах, она пришла в долину у подножия горы, где была страна охотников-кератов. Эта земля была богата плодами, скотом, мирскими богатствами, сочной травой, лекарственными травами, съедобными кореньями, питьем, животными, насекомыми, птицами и всем остальным. В черноте ночи, когда по земле расстилалась непроглядная мгла, ночная демонша, скрытая тьмой, вошла в эту прекрасную страну у подножия Гималаев. Такова сарга 76 об утолении голода грешниками. Книги 3 о создании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики.